Глава третья, в которой огрызуются поиски, а пятачок опять чуть-чуть не попался слонопотаму. Однажды пух сидел дома и пересчитывал свои горшки с медом, как вдруг раздался стук в дверь. Четырнадцать, сказал пух, войдите. Четырнадцать, или их было пятнадцать. Обидно, теперь я сбился. Привет, пух, сказал кролик. Привет, кролик, их четырнадцать, правда? Кого их? Моих горшков с медом, которые я считал. Четырнадцать точно, ты уверен? Нет, сказал кролик, а это важно. Я просто хотел знать, сказал пух скромно, чтобы я потом мог сказать сам себе. А у меня еще четырнадцать горшочков меду осталось. Или, может быть, пятнадцать. Это как-то утешает. Ну тогда пусть будет шестнадцать, решил кролик. Я вот о чем хотел сказать. Ты сегодня видел где-нибудь козявку? По-моему, нет, сказал пух. А потом, немного подумав, он сказал. А кто это такой? Козявка. Ну, там один из моих родственников и знакомых, небрежно ответил кролик. Пуху это, по правде говоря, не очень помогло. Ведь у кролика было так много родственников и знакомых, и таких разных сортов и размеров, что пух не представлял себе даже, где искать козявку. На вершине дуба или среди лепестков лютика. Я сегодня никого не видел, сказал пух. Никого такого, кому можно сказать привет, козявка. А он тебе нужен зачем-нибудь? Мне никто не нужен, сказал кролик. Это я всем нужен, но всегда полезно знать, где он есть, твой родственник и знакомый. Нужен он тебе или не нужен? А, понятно, сказал пух. Он потерялся? Ну, сказал кролик. Уже очень давно его никто не видал. Значит, по-моему, наверное, да. Так или иначе, продолжал он важно. Я пообещал Кристоферу Робину организовать поиски. Так что пошли. Пух тепло попрощался со своими 14 горшочками. Надеюсь, что их все-таки 15. И оба, он и кролик, вышли в лес. Так вот, сказал, начал кролик. Идут поиски, и я их организовал. Что ты с ними сделал? Спросил пух. Организовал. Это значит, ну, это то, что нужно сделать, когда идут поиски, чтобы не искать всем сразу в одном месте. Поэтому я хочу, чтобы ты, пух, искал сначала возле шести сосен, а потом прошел к дому совы и там разыскал меня. Ясно? Нет, сказал пух. А что? Тогда увидимся возле дома совы примерно через час. А пятачок, он тоже огрызован? Как и все мы, сказал кролик и умчался. Едва кролик скрылся из виду, как пух вспомнил, что так и забыл спросить, кто такой козявка. То ли он родственник. И знакомый такого, того сорта, который садится тебе на нос. То ли он из тех, на которых ты нечаянно наступаешь. А так как было уже слишком поздно, он решил прежде всего разыскать пятачка и сначала узнать у него, что именно, вернее, кого именно они ищут, а уж потом начать поиски. А пятачка нечего искать у шести сосен, сказал пух про себя, потому что ведь его огрызовали в совсем другое специальное место. Значит, надо сперва поискать это специальное место. Интересно, где оно может быть? И пух записал в своей голове примерно вот что. Как все искать по порядку? Специальное место. Найти пятачка. Пятачок. Узнать, кто такой козявка. Козявка. Найти козявку. Кролик. Сказать ему, что я нашел козявку. Опять козявка. Сказать ему, что я нашел кролика. Получается, вроде, довольно беспокойный день, подумал пух, потихоньку ковыляя по лесу. И в следующее мгновение день стал и в самом деле весьма беспокойным. Потому что пух так старательно не смотрел себе под ноги, что обеими лапками наступил на ту часть леса, которую по ошибке забыли, в другом месте. Так что он успел только подумать. Я лечу, как сова. Интересно, как бы Астана... И тут он остановился. Плюх. Ой, пискнул кто-то. Странно, подумал пух. Я сказал ой, а сам не ойкал. Спасите, сказал тоненький пискливый голосок. Это опять я подумал пух. Со мной случился несчастный случай, и я упал в колодец, и голос у меня стал пискливый, и разговаривает сам собой, потому что я что-то себе повредил. Плохо дело. Спасите, помогите, снова пискнул голосок. Ну вот, пожалуйста. Я не собирался этого говорить, а вот говорю. Значит, это очень несчастный случай. Тут пух решил проверить, сможет ли он сказать то, что собирается, и громко произнес. Очень несчастный случай с медвежонком пухом. Пух, пискнул голосок. Это пятачок, крикнул пух радостно. Где ты, пятачок? Внизу меня придавило, сказал пятачок придавленным голосом. Придавило чем? Тобой, пискнул пятачок. Ты встань. Ох, сказал пух и поднялся как можно быстрее. Я упал на тебя, пятачок. Ты на меня свалился, сказал пятачок, ощупывая себя с головы до ног. Я ненарочно, сказал пух сокрущенно. Я тоже ненарочно, печально сказал пятачок. Но теперь все в порядке. Пух, я очень-очень рад, что это ты. Что же случилось, спросил пух. Где мы? Я думаю, мы в какой-то яме. Я шел себе и искал кого-то. И вдруг я куда-то пропал. А когда я поднялся поглядеть, где же я? Тут на меня что-то свалилось. Это был ты. Так и было, сказал пух. Да, сказал пятачок. Пух, продолжал он стревоженно и подвинулся к пуху поближе. Пух, ты думаешь, мы в ловушке? Пух об этом вообще не думал. Но тут он кивнул, потому что он внезапно вспомнил, как они с пятачком устроили хитрую пуховую ловушку для слонопотамов. И он сразу догадался, что сейчас случилось. Они с пятачком угодили в слонопотамскую ловушку для пухов. Никаких сомнений. А что же будет, когда слонопотам придет, спросил пятачок весь дрожа, когда узнал эти новости. Может, он тебя не заметит, пятачок, ободрительно, сказал пух. Потому что ты ведь очень маленькое существо. Но тебя-то он заметит, пух. Он заметит меня, а я замечу его, сказал пух, вслух обдумывая положение. Мы будем долго-долго замечать друг друга, а потом он скажет «Хо-хо». Пятачок слегка вздрогнул, представив себе это «Хо-хо», и ушки его затрепетали. «А ты что скажешь?» – спросил он. Пух попытался себе представить, что он скажет. Но чем больше он пытался, тем больше чувствовал, что на такое «Хо-хо» сказано слонопотаму. Да еще таким голосом, каким этот слонопотам собирался сказать «Хо-хо», просто нет подходящего ответа. «Я, наверное, ничего не скажу», – сказал пух наконец. «Я буду просто мурлыкать про себя шумелку, как будто я задумался». А он тогда, наверное, опять скажет «Хо-хо», – предположил пятачок. «Скажет», – согласился пух. Ушки пятачка затрепыхались с такой силой, что ему пришлось прижать их к стене ловушки, чтобы остановить. Он опять скажет «Хо-хо», – продолжал пух, – «А я буду шумелкать и шумелкать». И это его расстроит, потому что если вы скажете кому-то «Хо-хо» целых два раза, да еще таким злорадным голосом, а этот кто-то только шумелкает, то тогда вы вдруг поймете, как раз когда собираетесь сказать «Хо-хо» в третий раз, что «что», «что», ну да, вы поймете. «Что?» «Что оно?» «Не!» «Ничто!» Пух, конечно, знал, что он хочет сказать, но, будучи всего лишь медведем с опилками в голове, не мог найти слова. «Ну, просто не!» И все, повторила. «Ты хочешь сказать, что оно будет уже не хохошное?» Сказал с надеждой пятачок. Пух посмотрел на друга и с восторгом сказал, что, ну да, он именно это самое и хотел сказать, что можно все время шумелкать, но все время говорить «Хо-хо» никак нельзя. «А тогда он скажет что-нибудь другое», – сказал пятачок. «То-то и оно!» «Он скажет, что же это такое?» «А тогда я скажу». И, кстати, это очень хорошая мысль, пятачок. Я ее сию минуту придумал. Я скажу, это ловушка для слонопотамов, которые я построил. И теперь я жду, чтобы в нее попал слонопотам. И буду дальше шумелкать. И уж тут он совсем растеряется. «Пух!» – закричал пятачок. И теперь пришла его очередь глядеть на друга с восхищением. «Пух, ты нас спас!» «Ну да», – сказал пух. Он не был в этом уверен. Но пятачок был совершенно уверен. Воображение его заработало, и он прямо-таки увидел, как пух и слонопотам разговаривают друг с другом. И вдруг он, не без огорчения, подумал, насколько было бы лучше, если бы со слонопотамом разговаривал не пух, как он не любил пуха, а пятачок, потому что ведь у него, по правде говоря, больше ума. И разговор получился бы куда интереснее, если бы одним из собеседников был не пух, а пятачок. И как было бы приятно потом по вечерам вспоминать тот день, когда он отвечал «Слонопотаму так важно!» Словно никакого слонопотама тут и не бывало. Теперь это казалось так легко. Вот какой был бы разговор. Слонопотам злорадно «Хо-хо!» Пятачок беззаботно «Тара-тара-тара-рам!» Слонопотам, удивленный, уже не столь уверенный в себе «Хо-хо!» Пятачок еще беззаботней «Тарам-пам-пам-парам-тыри-рам-пам-пам!» Слонопотам собрался было опять сказать «Хо-хо!» Но неловко делает вид, будто закашлялся «Хм-хм! Что это такое?» Пятачок удивленно «Как это?» Это ловушка, которую я сделал, и я жду, чтобы в нее попался слонопотам. Слонопотам крайне разочарованный «Ох!» После долгого молчания «Вы уверены?» Пятачок «Да!» Слонопотам «Ох!» Нервно «Я думал, это ловушка, которую сделал я, чтобы ловить пятачков!» Пятачок изумлен «Да что вы, ни в коем случае!» Слонопотам виновата «Я, я, я, наверное, что-то перепутал!» Пятачок «Боюсь, что не так вежливо!» «Мне очень жаль!» Продолжает напевать. Слонопотам «Тогда?» «Тогда я, пожалуй, пойду!» «Мне пора!» Пятачок, вскидывая глаза «Ах, вам пора!» «Тогда, пожалуйста, если где-нибудь встретите Кристофера Робина, скажите ему, что он мне нужен!» Слонопотам рад угодить «Непременно!» «Непременно!» Поспешно удаляется. Пух, которого здесь в сущности не должно бы быть, но без которого, как выясняется, не обойтись. «Ох, Пятачок, какой ты храбрый и умный!» Пятачок скромно «Да что ты, Пух, ничего подобного!» А потом, когда Кристофер Робин придет, Пух сможет ему все-все рассказать. Пока Пятачку снились эти счастливые сны, Апух продолжал выяснять 14 или 15 горшков с медом он оставил дома. Поиски козявки шли полным ходом по всему лесу. По-настоящему козявку звали Сашка Букашка, но для краткости его называли просто Козявка. Когда к нему обращались, что случалось крайне редко, разве что кто-нибудь ахал, ну и ну, ну и Козявка. Перед тем, как пропасть, он несколько минут провел с Кристофером Робином и потом сразу пошел вокруг кустиком оживельника. Просто для эмоционно. Но вместо того, чтобы, как ожидалось, вернуться с той стороны, не вернулся вообще. И никто не знал, куда он делся. «Он, наверное, домой пошел?» – сказал Кристофер Робин к ролику. А он сказал «Всего хорошего, спасибо за приятно проведенное время», – спросил кролик. Он только сказал «Здрасте», – ответил Кристофер Робин. «Хм», – сказал кролик. «Немного подумав, он спросил, а может, он написал письмо о том, как он славно повеселился и как огорчен, что ему пришлось так внезапно удалиться?» «Не думаю», – сказал Кристофер Робин. «Хм», – повторил кролик. Вилл, вид у него был очень важный. Это весьма серьезно. Ясно, что он пропал. Мы должны начать поиски немедленно. Кристофер Робин, который думал о чем-то другом, сказал «А где пух?» Но кролика уже не было. Так что он пошел домой и нарисовал картинку. Винни-пух на прогулке в семь часов утра. Потом он влез на самую верхушку своего дерева и слез на землю. И тут он забеспокоился, что пуха нигде не видно, и пошел по лесу искать его. И довольно скоро он обрел на ямку, из которой когда-то брали гравий. А заглянув туда, он увидел спины пуха и пятачка. Друзья лежали рядышком и блаженно дремали. «Хо-хо!» – сказал Кристофер Робин громко и неожиданно. Пятачок подскочил чуть ли не на полметра в воздух от неожиданности и испуга. Пух продолжал дремать. «Это слонопотам!» – подумал Пятачок, трепеща. «Ну, пора!» – он немного прочистил горло, чтобы слова, не дай бог, не застряли. И потом с самым беззаботным тоном, каким мог, замурлыкал. Тарарарарам! – как будто сам только что придумал эти замечательные слова. Но оглядываться он не стал. Потому что если ты оглянешься и увидишь очень свирепого слонопотама, который стоит на тобой и смотрит сверху, ты иногда можешь забыть то, что собирался сказать. «Трам-пам-пам-тири-рам-пам-пам!» – сказал Кристофер Робин почти что пуховым голосом. Дело в том, что когда-то, очень давно, пух сочнил ныне всем известную шумелку с такими словами. «Тара-тара-тара-рам! Трам-пам-пам-пам! Тирирам-пам-пам! Тири-тири-тири-рим! Трам-пам-пам! Тириририм-пим-пим!» И с тех пор, когда бы Кристофер Робин не запел эту всем известную шумелку, он всегда поет ее почти что пуховым голосом, потому что так получается правильнее. «Ой, а он говорит совсем не то, встревоженно!» – подумал Пятачок. «Он должен был опять сказать хо-хо! Может, лучше я скажу за него?» И Пятачок как можно свирепее сказал «хо-хо!» «Как ты сюда попал, Пятачок?» – спросил Кристофер Робин своим обычным голосом. «Это ужасно!» – подумал Пятачок. «Сначала он говорит пуховым голосом, а потом он говорит Кристофер Робином голосом. И все нарочно, чтобы меня расстроить». И совершенно расстроенный, бедный Пятачок заговорил быстро и очень пискливо. «Это ловушка для пухов, и я жду, что туда упаду хо-хо-хо. Что это значит? А потом я опять скажу хо-хо!» «Что?» – спросил Кристофер Робин. «Ловушка для хо-хо-хо!» – хрипло ответил Пятачок. «Я ее только что сам сделал и жду, что хо-хо сам туда шлеп, шлеп топ-топ». Возможно, Пятачок мог бы еще долго продолжать в том же духе, но в этот момент Винни-Пух внезапно пробудился и решил, что горшков шестнадцать. Он, естественно, встал, а когда он обернулся, чтобы почесать себе спинку, в том месте, где его что-то щекотало, он увидел Кристофера Робина. «Привет!» – сказал он радостно. «Привет, Пух!» – Пятачок поднял глаза и сразу их отвел. Он почувствовал себя так неловко и глупо, что снова почти окончательно решил убежать из дома и стать матросом. Но вдруг он что-то заметил. «Пух!» – закричал он. «Там кто-то лезет по твоей спине!» «Я так и думал!» – сказал Пух. «Это козявка!» – крикнул Пятачок. «Ну да!» «Так вот кто это!» – сказал Пух. «Кристофер Робин! Я нашел козявку!» – крикнул Пятачок. «Молодец, Пятачок!» – сказал Кристофер Робин. И услыхав эти одобрительные и ободрительные слова, Пятачок снова почувствовал себя совершенно счастливым и раздумал идти в матросы. Кристофер Робин помог им выбраться из ямы для гравия, и они отправились туда. Все втроем. Два дня спустя кролик случайно встретил в лесу Иа-Иа. «Привет, Иа-Иа!» – сказал он. «Что ты тут ищешь?» «Козявку, конечно!» – отвечал Иа-Иа. «Ты что, ума лишился?» «Ой, разве я тебе не сказал?» – сказал кролик. «Его разыскали позавчера». И наступило молчание. «Ха-ха!» – сказал Иа-Иа с горечью. «Мило и весело!» «Не извиняйся!» «Ничего другого нельзя было и ожидать!»